лютая погода ребята сегодня на дороге а там куда отправляемся там низинка река в низине течет лес там все должно быть супер друзья привет саша иванов канал живу на земле сегодня очень такой необычный выезд на улице зима и мы отправляемся на зимнюю рыбалку время 8 часов утра на улице темно точно так же как ночью только-только начинает чуть-чуть светать после нового года в душе вообще уже весна на самом деле сейчас поедем на небольшую реку там местные ребята ловит говорят что хорошую прям плотву прям серьезную такую с большим таким глазом на как они называют это на чупа-чупсы или комбайны или донки поставушки в общем посмотрим как все это происходит и попробуем там же поймать рыбу на мормышку с отводиком на мотыликов устроим такой некоторый батл но битва устроим не среди людей а среди снастей потому что среди людей это вообще местных местных просто не победить на то ведь они местные вот так вот мы ездим на рыбалку а там полная телега так что алина михайловна ты не говори и что я пухать пошел понятно димас тебе тоже привет еду на легковой машине шевроле нивы все в порядке друзья это не рено дастер это наш семейный рено сандера который качестве легкового автомобиля и всегда и всем всегда говорю не вы шевроле него это идеальный транспорт как второй автомобиль на охоту на рыбалку куда-то вот на спецзадачи а ездить конечно проще и дешевле ну вообще как бы легковушка нужна какая-то переднеприводная а полный привод это уже такое как резиновые сапоги когда ты точно знаешь куда их использовать сейчас середина зимы и все равно проехать можно только туда куда чистят дорогу и проехать можно почти на любой машине а туда где не чистят уже не проехать ни на ниве там ни на чем поэтому шевролюсик стоит ждет конкретных выездов от ночевка когда поеду чтобы игру загрузить в него вещей огромную кучу и он с нетерпением конечно ждет весну лето когда ты на нем можешь ехать практически куда угодно приезжать на берег и сам уже выбирать себе направление куда ты помчишь говорю после нового года в душе весна ждем сейчас пока еще вот 8 часов на улице темно пробираемся на речку товарищ меня здесь вместо то похоже вообще не это неизведанное какое-то вот это его следы я взял с собой все просто все а вот там уже река первое мое впечатление я даже не уверен что тут вода есть в этой реке потому что летом здесь глубина по пояс диман привет ребят давай попробуем пробурить хотя бы лед туда что ли тут есть есть какие-то лунки старинные чита очень много они тут везде мне кажется что здесь очень много рыбы смотри количество старых лунок здесь просто а где мы а где местные на мотоблоке они приедут очень местные спят сегодня суббота а ну понял слушай лед хороший вода есть а буром до земли может достать вот ну все тогда что все тогда будет рыбалка рыбалки быть подводной камеры нету ребята на улице довольно ветрено удочку размотал мормышка у меня на конце такая в районе грамма и крючочек небольшой насадил всяких мотылей пошел тут по своим делам хотел там что-то вещах поделать я смотрю у меня клюет платвичка вот такая как платвичка вообще платвище зачетная очень удивительно я думал что рыба тут не будет пока не не веровал в это течение очень сильное дно мы найти не можем лески отмотал метра четыре куда-то там вот все это ушло просто удочку поставил смотрю тык 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 клюет на мормышку насаживал прям пук мотылей потому что довольно большой крючок стоит мормышка тяжелая и так их в общем и за голову и поперек по всякому именно на такой пучок рыбкой взяла и где-то в 15 сантиметрах от основной мормышки на небольшом отводе маленький крючок 14 номера сюда пару мотыликов для наиболее осторожной рыбы ну давай три а так вообще довольно необычно мы расположились практически в береговой зоне какая глубина непонятно мормышки уходят туда просто вниз подыгрывал маленькой этими мотылями а потом просто удочку поставил так вот поклевка поклевка подыграть ну как вас тут дела-то слушай ну поймали рыбу а это крупная по местным меркам или на одну более менее более-менее нормально сам большой короче 470 грамм но это такая пузатая которая да да нет она длинная такая была какая-то странно то есть ям получается туда дам при ямке вот тут тут вообще не клевал да алла мутит с масла зарзавод белая чем маленько сдвинемся вот 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 чудо снасть а крючки такие большие на червяка да это у меня запасные висят я пробовал но мало поклевок есть густера большая ток а что тут вот ладок а и поводок подгружен еще маленько подгружаю дачу чтоб опустить дороге еще снял все здесь он кембрик все так это маленько раз поводок такой метр наверно да где как где-то подметр где-то поменьше ну все подлиннее что так дело поводок что подпуск побольше был и все слушай ну а тут получается как донка время вообще я делал еще как этот евгений середа там сделал снизу вот так вот а сверху поводок делал чтобы немножко регулировать от около дна повыше дна бывало зацепов много здесь камней много ничего такого ребята поклевка какая-то мелочевка похоже сейчас уже поменял удочку поставил где побольше мормышка они нормально нормально идет упачки ребята вот это плотва все-таки на крючок взяла и настоящую у плотвички вообще все отлично все ловится мормышка уже 1 и 4 грамма конечно я еще не пробовал можно мормышка уже дома сидел неожиданно сильный ветер поэтому снимать сложно знаю будет там какой звук не будет все-таки такой будет разведывательный выезд успокоиться да так чё говорить у меня ветром повалил шарабан хорошо что не улетел в обычной погоды пакеты улетает а тут шарабан и роста шарабан упал бур упал все это сам на ногах еле устоял ловится у них до потихонечку но они чего молодцы знаю что делают у ребят работают тут эти доночки их здесь похоже поклевка возможно лишь кончик обгрызает поклевка на чупа-чупс вещичка та самая хорошая плату это вообще тогда такие хорошенькие а весной такие можно ловить как что значит мужики он там от ловит от за этим за этим поворотом они стоят так за бродник кидают на проводку чисто горохом кормит и на горох ловит ну когда делать да здесь когда погодка нормально что-то еще поклевка для всего на мотыля лучше чем на червячка попалась тут лишь на мотылька остальные воры неottлайд они я сейчас поеду уже домой а так вот здесь этот тот самый мута блок на котором ездят рыбаки атаку сиденье от автомобиля зеркало огромнейшая вообще огонь тема зачет ребята и проходимость тоже у него наверняка вообще крутанская если все нормально пойдет приглашали весной или летом на рыбалку на донке может быть поедем на этой стуке если фортанет так то я бы с удовольствием куда-нибудь сгонял бы на ней собираюсь потихонечку домой точнее уже переоделся вещи погрузил по рыбалке две платвички у меня прям вообще отличных зачетных у ребят на вот эти донки чупа и чупсы комбайны из десяток наверно рыбы я видел ну может быть 8 может быть 9 говорят сейчас что-то не клюет правильно три дня назад мороз был минус 20 вчера было плюс 1 сегодня минус 1 такой перепад и вот этот ветер он принципе но он не то что мешает рыбалке рыбалка то она в любом случае состоялась хотелось половить на мормышку более как-то осознанно адекватно может быть более тихую погоду приехать еще раз здесь попробовать потому что рыба есть и видел густеру такую с ладушку вот эти платвички которые одной рукой уже не показать в общем зачетно самое зачетное конечно то что пообщался с ребятами поговорили про весеннюю рыбалку про летнюю как чего происходит река довольно мелкая но есть где там у точки закуточки где-то поглубже ямки и вот там ловит и весной и летом и вроде бы все здорово надо когда-то будет приехать здесь половить такая вот разведка боевая настроение отличная возвращаюсь домой после вот этих ветреных рыбалок когда весь день дует ветер еще одно суперская это вот первое ты пришел в машину а второе сейчас приехать домой попить горячего чаю класс друзья спасибо за просмотр саша иванов канал живу на земле до новых встреч пока субтитры Субтитры сделал DimaTorzok